В этом году поселку Забойскому исполнилось 90 лет. День рождения своей малой родины жители отметили ярко и весело. Не обошлось без приятных сюрпризов. Подробности в следующем материале выпуска. Празднование юбилея поселка началось рано утром и продлилось до позднего вечера. Особым подарком для жителей стало проведение конного турнира. Проводится он уже во второй раз и посвящен памяти Владимира Терентьевича Слюсаренко, родившегося и выросшего в Забойском. И многое сделавшего для его развития. Память живет о нем. Живут его добрые дела. И именно сегодня, день поселка, вспомнить его – это мой долг. Вспомнить, потому что любил он этот поселок. Он здесь родился, вырос, жил. И добрые дела его живут и будут жить всегда. В турнире по конкуру приняли участие спортсмены из Славянского и Красноармейского районов. Участникам необходимо было без штрафных очков взять высоту. Сначала это было 90 сантиметров, потом метр. С каждым последующим туром планка поднималась на 10 сантиметров. Зрители как могли поддерживали спортсменов и горячо за них борели. «Это лошадь и однократный чемпион Красноарского края и Красноармейского. Самая жаркая борьба разгорелась, когда была установлена высота в метр пятьдесят. Не всем спортсменам ее удалось преодолеть без штрафных очков». Спортсмены, допустившие падение планки, выбывали из борьбы за первое место. Были и драматичные моменты. Неповиновение лошади привело к падению наездницы. Но все обошлось без травм. В последнем шестом круге планка была установлена на высоте один метр шестьдесят сантиметров. Справиться с такой высотой удалось только спортсмену из Красноармейского района Вячеславу Зайцеву. Он и стал победителем. Второе и третье места также заняли красноармейцы. Славянцы, к сожалению, выбыли из этого напряженного состязания на четвертом круге. Призером соревнований были вручены почетные грамоты, кубки и медали. Как признался победитель Вячеслав Зайцев, соревнования были не из простых. И победа досталась нелегко. Я занимаюсь участковым спортом три года. Один год в учебной группе и два года в конкуре. За два года я добился опытной лошади. Он опытный, он прыгал высоты, но он сейчас очень сильно больной, скажем так, больные ноги. Ему трудно дается высота. Да, я первый раз такое прыгал. Дома мы прыгали только 140, а тут 160. И у меня просто такое каменное лицо было, когда я заезжал на барьеры. Я боялся как бы не сбить. Я очень рада, что мы с этим конем сработали, что мы так хорошо отпрыгали, что он вообще меня слушается, молодец такой, хотя буйный очень. Мне очень понравилось тут прыгать. Посмотреть конкуры, поболеть за спортсменов пришли, наверное, все жители Забойского. Некоторые любители конного спорта даже специально приехали из близлежащих поселений, чтобы понаблюдать за борьбой. Впечатления от увиденного самые яркие. Очень красиво, очень впечатляюще. Я никогда не думала, что можно так болеть. А болели мы же за шестой номер, Лидия Пивнева. Ну, у нее не получилось. Это девочка, которая упала. Мы за нее очень переживаем. А так все участники молодцы. Лошади очень красивые. Все очень красиво, хорошо. На соревнованиях таких мы действительно впервые. Вот болели за... Мы недавно подошли. Ну, увидели, я считаю, что самый такой пик, что просто дух захватывает, когда они действительно поднимаются планкой, и ребята настолько спортивные, отважные. Мы прям за них, за всех переживали. Вот. Вообще очень здорово, что так придумали. Спасибо главе администрации, тем людям, которые организовали такое зрелище для нашего поселка. Это, конечно, замечательно. Продолжились праздничные мероприятия в сельском Доме культуры, около которого юных жителей поселка ждали аттракционы и надувные батуты, а также вкусное угощение – наваристый борщ, пирожки, компот. После началась торжественная часть праздника. Жители с днем рождения их малой родины поздравил глава Забойского сельского поселения Александр Крудько. Сегодня нам 90 лет. Для человека, наверное, это и хорошо, а для поселения, наверное, еще мало. Мы очень молодые, это видно по нашим улицам, они очень красивые, мы стараемся делать их красивыми. С помощью районных, руководства, краевого руководства, в счет программ. Я думаю, что это у нас получается. Вот здесь живут хорошие, добрые, красивые люди. Я хочу вас поздравить с нашим праздником, пожелать тех же крепкого здоровья, счастья, мирного неба, всего самого лучшего. Спасибо огромное. С праздником! В числе почетных гостей праздника был и глава Славинского района Роман Сенеговский, который также поздравил жителей. У поселка Затойского есть славная история. Эту историю писали вы, друженики, жители поселка. Мне приятно, что этот праздник объединил буквально всех. Вот сейчас мы вместе с вами были на скачках, вместе радовались. Сегодня вот вижу, что в зале практически мест не хватает. Это говорит о том, что вы дружно живете, дружно трудитесь. Вам есть чем гордиться, поэтому с праздником, дорогие друзья, всем мира, добра, благополучия, радости и всего вам самого доброго. А так как пустыми руками не приходят на праздники, мы с коллегами посоветовались и вашему поселку на благоустройство выделяем 100 тысяч рублей. Продолжилось торжественное мероприятие чествованием выдающихся жителей поселения и праздничным концертом, на котором выступили воспитанники сельского Дома культуры. Золотые плавочки, ботни голосом, песни пойми, пляши, пять на носок, золотые плавочки, девица голоса, песни пойми, пляши, русская душа. Анна Монастыренко, Игорь Ванчугов, программа «События». Продолжение следует...